Добрый день, друзья! Я вас приветствую в поселке Витязево. Это район города-курорта Анапа. Мы находимся с вами на самой первой линии. Ближе просто некуда. Это улица Скифская называется. Пересечение с улицей Мира. И мы сегодня с вами рассмотрим пляж по улице Мира. Я его называю Идеал. Потому что на против него находится отель Идеал. Сейчас с задней стороны меня стоит. Обзорчик, кстати, на этот отель тоже имеется на канале. Благодаря одному из моих подписчиков он у нас появился. Он договорился с хозяевом. Говорит, Юрик может притеснять хозяева. Да ладно, не вопрос. Так что вы можете посмотреть, что он из себя представляет. Просто через поиск или, если не забуду, добавлю сюда. Вот появится в описании обзор отеля Идеал. Смотрите, кто ко мне идет. Слушайте. Киса-киса. Жалко, что большая киса. Слушай, мне тебе нечем покормить-то. Я такое уже все съел. Слушайте, мне эта киса прям нравится. Я бы их, честно, к себе домой жить взял бы. Он еще и мурчит так хорошо. Кто это? Ладно, придется с кисой прощаться. К сожалению, пока мне у тебя некуда брать. Но в скором времени одну из, наверное, все-таки таких кис прям красивую. Трехцветная кошечка. Ой! Или кот. Не знаю, кто это, но, в общем, классно. Так, друзья, мы берем руки в ноги. Бежим на море. Но перед этим я хочу вам рассказать, о том месте работает моя жена. Точнее, пускай это сделает Илья. И чем они помогают тем людям, которые хотят переехать к нам в Анапу. Вот у нас тут хотят сделать популярное моржевание. Так что, если вы тоже любите купаться... О, солнышко вышло. На море любите солнышко. У нас очень много солнечных дней. То приезжайте, переезжайте. А ребята, пускай вам помогут. Окей, Илья, чем вы помогаете? Добрый день, дорогие друзья. Вы на канале компании Рейтинг Новостроек. Мы помогаем людям со всей России приобрести квартиру своей мечты на море. Второе направление нашей компании – это отделка квартир под ключ. Приобретая квартиру через нашу компанию или делая ремонт, вы становитесь участником розыгрыша новенького автомобиля в конце года. Переходите на наш канал, там много полезной информации. Либо звоните прямо сейчас. Добрый день, Саша. Мне бы маленько, сколько теночка. Ой, 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 ой. Ой, меня укусил? Ты что? А, ты уже играешься? Все. Помимо проглазу, мне еще хочется играться. Играться хочется. Кошачья вон. Ми-ми-ми. Вот там, чеши меня. Тут снизу, чеши. А, а, смотри. А-а-а-а. Все. Ладно, пока. Ой, солнце взойдет и станет приятно, классно и хорошо. Так, температура воздуха. На бортом компьютере автомобиля моего показывала. Ты что, что со мной на море пойдешь? Если она сейчас со мной сходит на море, то я ее себе домой тысячу заберу. Я думаю, все-таки это кошка, потому что коты бывают крайне редкие. Мед трехцветными. Нет, все. Не пойдешь? Ну, я, в общем, свое слово дал. Кажется, мужик сказал, мужик сделал. Если вдруг каким-то чудом сходит со мной на море, то поедет со мной домой. Пофиг. Жена будет рада. Здесь у нас, видите, дерево приплющиво. Люди пособирали мусор, побросали. Ну, что тебе тут делать? Пошли. Я тебя дома покармлю. Сегодня в планах съездить на... Я думал, что закрытие. Фонтанов. Но узнал о том, что они сегодня не закрываются. Они будут работать вплоть до 4-го числа. Я спросил, будет ли какая-то шоу-программа. Нет, говорит, просто 4-го числа, последний день отработают. И все. Так что, если кто-то хотел, допустим, на выходных побывать еще там, то у вас есть все шансы. Нет, не решил не идти. Но жалко. У тебя был шанс обрести дом. Ну, ладно. Пускай гуляет. Может, это чей-то, потому что не худенький, ничего. Котик или киса. И забрать чего-то питомца тоже нехорошо. Показывает сейчас, что у нас 12,9 градусов температура воздуха. Хорошая температура. Собственно, почему бы и нет. Здесь у нас, вы видите, трасса. Когда я готовился к съемкам, вот джип Вранглер вылетел на берег. Для него это прям как к себе домой. Жалко, что люди к себе домой не паркуют в своей кровати автомобили. Собственно, почему бы и нет, да? Раз уж ездят и ездят. Здесь, я так понимаю, что транспорт, по-моему, стоит впереди. Буханка. Собирают или разбирают какие-то... Вот, что-то они делают с этими сновесами. Ну и давайте посмотрим на пляжики. Это вот у нас туалет. Там спасательный пункт. Там у нас размещаются все транспортные средства. Администрации пляжей, которые должны заниматься уборкой. Всем здесь стояли объекты. Их разваляли. Вот одно бревно забыли. Не поместилось, наверное. Ну, видите, Вранглер туда и уехал. Прямо по дюнам. Так себе домой заскочил. Очень-очень жаль, что так происходит. Хотя, как говорится, полкилометровая зона. И должно быть, что не должно быть здесь машин. Еще раз говорю. За тех, кто выезжает на парковки. За дюны там подъезжают. Там всю жизнь транспорт двигался. Никаких претензий на тех, кто подъезжает к берегу. Ребят, вы не правы. Я рад, что у вас много денег. Вы купили себе машину большую, которая может ездить по песку. Ну, жалко, что то, что важно в человеке, не купишься за любые деньги. Вообще пустота. Вот там Нива. Тоже, походу, на точку что-то привезли, либо увозят. Ну, и мы с вами все ближе к морю. Это с правой стороны. Кажется, теперь так близко пляж Локвитязь. Хотя, в летний период тут столько все понаставлено. Кажется, что это так далеко. Фонари были, оказывается, здесь. Видите, остались. Теперь стоят. Да, тут какая-то у них стоит стремянка. И что-то они здесь делают. Ну, либо разбирают, либо, может, наоборот, там ремонт работы производят. А может, должны вообще все навесы исчезнуть. Так что пока непонятно, что за действия здесь происходят. Мужчина без распознавательных знаков. И все. Мужчина с сумкой. Вышел на пляж, но он думает, уезжать ли с моря или не уезжать. Прям большой вопрос на эту тему. Да, срезаются навесы полностью. Я так понимаю, либо они под замену, либо конкуренцию. А печально, что внизу остается такая вот фигня. Срезанная болгарка. Прям опасная фигня. Ну, в любом случае, транспорт рабочих, ребят, снимать не будем. Пускай работают раньше. В детстве мы охотились на лосика. Как это происходило? Когда у нас начинала тихо мса, первая холода подходила, рыба поближе к берегу, мы приходили, брали закидушки, специально разбирали аккумуляторы, делали грузики такие, ложечку заливают, гвоздик вставляешь, у тебя хороший грузик получается. Закидывали, то есть нудочек ничего не было. И все, сидишь, ждешь. Через час вытаскиваешь, бац, кто-нибудь сидит. Ну, или никто не сидит. Вариант такой был. Либо повезло, либо не повезло. Какая красота. И вот так вот мы охотились на лосика. Сейчас я, честно, даже не знаю, ловит ли кто-нибудь так. Но лосика ловят. Я видел с пирса несколько раз, как охотились на него. Вот сейчас я вижу, что ребята тоже встали, закинули и сидят. То есть, ну, тут вообще вопрос, на что они охотятся. В руках рыбы у них не вижу. Вижу, еще одна нива стоит возле пирса. Наверное, рыбаки. Или подводные охотники. Посмотрим, на конце пирса есть ли кто. Так вот. Два рыбака. И там в конце еще один рыбак. Там, наверное, на сальгана больше охота происходит. Ну и красота. Ну что, Моря, здравствуй. С днем рождения тебя. Наша любимая, черная, прекрасная, классная, повторимая, самолучшая, нежная. Эх, поздравляем. Пускай действительно этот пакт будет подписан о охране окружающей среды не зря. И начнут слышать хотя бы люди. О том, что ну не надо делать вот так. Здесь она одна. И видите, я достойно. Вот видите, машинка стоит прямо на береге. Ну, не одна, там их еще много. Видите, по берегу понаставлено. Не надо превращать в асфальт берег моря. Очень хочется, чтобы... А в такой день об этом надо обязательно сказать и напомнить им, что человек самое страшное существо, которое уничтожает все в Карл Гоун. Поэтому берегите то, что у нас есть. Это очень важно и ценно. Ведь еще 5, 10 лет назад, я даже подумать не мог, что будет происходить такое, там, с забором, там, что-то... Ладно, покажу, прям в дюнах вижу отсюда бетон заливать. Просторы, природа, птички, звери. Такая красота была. Анапу знали, как самый зеленый городок солнечный на Черноморском берегу. Сейчас это так кто-то повернется в какой-нибудь язык сказать, какие слова об Анапе, что такое зеленый городок. Это уже превращается в мегаполис, причем в мертвый мегаполис, живущий, я в основном только в сезон. Жалко, что так происходит. А зелень? Потому что вот я на субсекском шоссе вырубили тополя и посадили вот такие маленькие деревья. Ну, если у вас там хватило тяну на то, чтобы... Вот, смотрите, чайка ругается. То, что девушка пришла вот тут и на нее прям повернулась и покричала. И посадили тонкие деревья. Когда они вырастут? Когда меня уже не будет. То есть я живу сегодня, хотелось бы кисворотным дусять сегодня, а не завтра, а не в коем случае. Вот у Галицкого в парке был именно вот такой подход. То есть ему говорят, что вот можно купить, деревья, молодняк, посадить и там они когда-либо вырастут. Ну, я интервьюшку посмотрю, он говорит, а зачем? То есть мне, что они когда-то вырастут, мне надо вот здесь и сегодня. Это, конечно же, гораздо дороже сажать уже сразу большие деревья. Ну, по крайней мере, эффект есть сейчас. А у нас срубили огромные тополя, посадили маленькие деревья. Ну, подождем. Не задохнемся, думают те, кто так делают. Жалко. Ну, ладно, не будем о грустном. Морюшка, тебя с днем рождения еще раз отсюда. Я замолкаю, а пускай говорит сегодня именинник. Радует всех своих любителей. С шумом ракушек, медузиками, волнами. Ну, и всем, чем он, может, заберет все ваши печали, неизгоды, даст вам хорошего настроения, желательно побольше. И все у вас в вашей жизни получится. Слушаем. Как вам такой вид? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прокурска Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не брошу мусор на пляже. Я никогда не брошу мусор в море. И наоборот, буду всегда стараться чистить за другими, чтобы наше море жило, а не задыхалось в пластике. Искренне от души вам огромнейший привет с любимого моего Витязева. Хорошего вам всего настроения, все ваши города, друзья. Пускай в жизни все получается, случается именно так, как вы хотите. И никак иначе. Ну, а самое главное, дарите улыбку всем вокруг. А тем, кому он не нравится, пускай близится по этому поводу. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok